Отель Колумбс – работающий отель с хорошим расположением в Лиепае, 10-м по увеличине городе в странах Балтии. Наша новейшая инвестиционная возможность из Латвии – это 330 тысяч евро, обеспеченный ипотекой первой категории с процентной ставкой 11,7% в год с целью рефинансирования обязательств Sea Hotel Колумбс перед банком. Отель Колумбс – это действующий отель, основанный в 2007 году, расположенный в родном городе звезды латвийской НБА Кристопса Парзингиса Лиепае, который является экономически динамичным портовым городом региона Балтийского моря с хорошей инфраструктурой – поездом, паромом, аэропортом и т.д. Лиепае – крупнейший город в Курземском регионе и третий по величине в Латвии. Лиепайский аэропорт является базой для Академии пилотов Air Baltic и хорошо связан с оживленным аэропортом Риги, предлагающим 60 возможных стыковочных рейсов в различные направления по всей Европе. Общая сумма инвестиций в эту компанию составляет 330 тысяч евро с годовой процентной ставкой 11,7% в течение 24 месяцев и увеличенной годовой процентной ставкой на 12,5-13,5%, если срок кредита будет продлен максимум до 36 месяцев. Выплата процентов производится в конце каждого 12-месячного периода, а основная выплата – в конце периода ссуды. Спонсор проекта уже несколько лет успешно управляет гостиницей в центре Лиепае. Спонсор должен рефинансировать свой текущий истекающий банковский кредит, но из-за неопределенности относительно потенциального дальнейшего воздействия COVID на гостиничную отрасль, банк стремится минимизировать свои риски в гостиничном бизнесе и, следовательно, спонсор не может продлить кредит. Согласно оценке Ньюсек, рыночная стоимость бизнеса составляет 816 тысяч евро, а стоимость недвижимого имущества здания гостиницы составляет 730 тысяч евро. Это означает, что инвесторы Кроудэстейт должны иметь безопасную позицию с коэффициентом LTV 45%, рассчитанным на основе стоимости недвижимости, и еще лучшим коэффициентом LTV в 40%, если он рассчитывается с использованием оценки рыночной цены бизнеса. Согласно выводам Ньюсек, анализ доходов предыдущих лет и текущие финансовые результаты 2020 года показывает, что спонсор должен быть в состоянии обслуживать процентные платежи по кредиту в 330 тысяч евро. Расположение. Отель Колумбс расположен в центральной части города Лиепая, с легким доступом ко всем основным направлениям – центральному автобусному вокзалу, туристическим объектам, пляжу и т.д. Лиепая – 10-й по величине город в странах Балтии, 3-й по величине город в Латвии, с населением 70 тысяч человек, самый большой город в регионе Курземи. Лиепая имеет прекрасный пляж и динамичный порт. Лиепая очень хорошо связана с различными инфраструктурными маршрутами. Лиепая имеет паромное сообщение с травы Мюнде в Германии 5 раз в неделю и планирует вновь открыть паромное сообщение со Швецией. Город Лиепая зарекомендовал себя как туристическое направление в Балтийском регионе. Количество туристов, которые посетили город и ночевали, с 2015 года увеличивалось с каждым годом и превысило 100 тысяч в 2019 году. Лиепая находится всего в 50 километрах от границы с Литвой. И поэтому в летний сезон он стал очень популярным местом для литовских путешественников, наслаждающихся красивым и очень доступным побережьем. Ежегодно в Лиепая останавливается более 10 тысяч гостей из Литвы, что очень близко к общему количеству посетителей из других регионов Латвии. Лиепайский аэропорт является базой для летной академии AirBaltic. AirBaltic обеспечивает регулярные рейсы между Лиепаей и столицей Латвии – Ригой. Он также включает около 60 стыковочных рейсов в различные пункты назначения в Европе. Лиепая имеет давние промышленные традиции. На протяжении десятилетий здесь располагалась одна из крупнейших металлургических компаний Европы – Лиепая с Металлургс. Компания ушла с упадком металлургической промышленности в Европе. Но традиции остались, и в последние десятилетия Лиепая привлекла множество компаний из Скандинавии и Западной Европы, которые перемещают свои производства или открывают дочерние компании, которые получают выгоду от доступной квалифицированной рабочей силы, налогов и доступные помещения в Лиепайской особой экономической зоне, связь с портом и т.д. Крупнейший из этих компаний – Дженсен Металл, Кал Ян, Трелебург Уэлл Системс. Город Лиепая является не только динамично развивающимся бизнес-лидером Курземского региона, но также имеет культурное наследие и впечатляющие культурные традиции. Лиепая исторически была родным городом для многих известных музыкантов и групп в Латвии. И в настоящее время он привлекает посетителей из других городов и стран с 30-метровым концертным залом Great Amber площадью 14 126 м2, который представляет собой архитектурную красоту, созданную австрийским архитектором Фолькером Джинг. Лиепая также имеет сильные спортивные традиции. Это не только родной город многих очень успешных атлетов и спортсменов, таких как Кристоп Спорзингис, но и имеет сильные корни в автоспорте. Лиепая принимает ралли, которое неоднократно являлось этапом чемпионата Европы по ралли и является перспективным кандидатом на проведение этапа WRC в ближайшие годы. Спонсором этого проекта является общество с ограниченной ответственностью «Отель Колумбс», владельцем которого является Ива Бергманис. Господин Бергманис является опытным предпринимателем и в настоящее время активно участвует в нескольких предприятиях Лиепайского региона. Ива Бергманис основал свою первую компанию в начале 90-х годов в сфере розничной торговли, затем расширился до оптовой торговли, успешно инвестировал в рыбную промышленность и ушел из нее. Господин Бергманис предоставляет неограниченную личную гарантию для обеспечения кредита «Хотел Колумбс». Заемщиком выступит общество с ограниченной ответственностью «Хотел Колумбс», которое на 100% владеет залоговым имуществом зданием гостиницы «Колумбс» в Лиепайе. Инвесторы Кроудэстейт профинансируют рефинансирование обязательств «Сия Хотел Колумбс» перед банком на сумму до 330 тысяч евро в рамках компании одного транша. Цель финансирования – 330 тысяч евро, что также является минимальной целью компании. Если компания прошла успешно и цель была достигнута, 100% средств будет переведено на эскроу-счет банка. После этого банк снимет залог на здание отеля и будет зарегистрирован первый залог для обеспечения кредита Кроудэстейт. Только после того, как залог будет зарегистрирован в земельной книге, средства будут сняты со счета условного депонирования для покрытия обязательств перед банком. В момент, когда средства будут высвобождены, если будет какая-либо отрицательная разница между кредитом Кроудэстейт и обязательствами перед банком, спонсор должен немедленно их покрыть, но в случае любой положительной разницы она будет переведена на счет спонсора. Процентная ставка по 24-месячному кредиту составляет 11,7% в год. Выплата процентов будет производиться в середине периода ссуды на 12 месяце и в конце периода ссуды. Основная сумма погашается в конце периода кредита. В качестве основного сценария выхода планируется рефинансирование в банк, а в качестве альтернативного сценария выхода – возможность продать гостиницу как действующий бизнес. Принимая во внимание упомянутые сценарии выхода, кредитное соглашение предусматривает и механизм, если спонсор не может вовремя рефинансировать или найти подходящего покупателя для отеля. Поэтому спонсор имеет возможность в одностороннем порядке продлить кредитный договор до 12 месяцев. Но это будет означать возможность для инвесторов получить более высокую процентную ставку. 12,5% годовых – проценты за первые 6 месяцев продленного периода. И 13,5% – процентная ставка после первых 6 месяцев периода продления кредита. Проценты по кредиту будут выплачиваться из доходов от эксплуатации отеля. А основная сумма ссуды должна быть выплачена либо за счет продажи отеля, либо спонсорам, рефинансирующим невыплаченную сумму кредита. Выручка отеля в 2019 году составила 349 312 евро. Согласно выводам Ньюсек, в процессе оценки в первые месяцы 2020 года заполняемость отеля была даже выше, чем в 2019 году. Она не сильно снизилась во время периода блокировки COVID. А в последние летние месяцы были очень успешными. В июле и в августе отель был в основном полностью заполнен, зарезервирован. Ожидается, что такой же уровень выручки, как в 2019 году, будет достигнут и в 2020 году. Однако в предыдущие два года компания учла убытки. Спонсор объяснил это долгами перед родственными компаниями. Спонсор планирует объединить компании в одно юридическое лицо, что должно упростить бухгалтерский учет и положить конец ситуации с видимыми бухгалтерскими убытками в компании, которая владеет зданием гостиницы.